А теперь к новостям спорта. Баскетбольный клуб «Барс» вернулся с чемпионата страны среди команд высшей лиги с бронзовой медалью. С 11 по 15 апреля спортсмены сыграли в заключительном туре в городе Щучинске. Об упорных тренировках, напряженных играх, изменениях в составе команды и дальнейших планах наш следующий материал. 30-й чемпионат страны для наших баскетболистов выдался непростым. 10 сильнейших команд, 6 туров, полгода упорных игр. Все это говорит о том, что уровень первенства по сравнению с прошлым сезоном другой, более высокий. Напомню, в 2021-м севроказахстанская сборная впервые в истории завоевала чемпионский титул. Спортсмены признаются, бронза этого года обошлась баскетболистам дороже предыдущей золотой награды. Все решалось на последнем туре, скажем так, распределение с первого по третье место было непонятно до последних игр. То есть на последней игре мы разыграли именно второе, третье, первое место. С командой Чемкента. До этого Чемкент играл с командой Казахстана, которая, в общем-то, заняла и стала чемпионом именно высшей лиги. Собрала алматинская команда под свои знамена лучших баскетболистов. Встреча с ними на одном поле интриговала до последних минут. С Казахстаном наша сборная сыграла три раза, два матча из которых были не в пользу Барса. Одержали победу над будущими чемпионами североказахстанские спортсмены лишь на пятом туре. К шестому они встретились с серебряными призерами первенства шамкентской командой. До победной финишной прямой нашу сборную отделили четыре очка. Но спортсмены не расстраиваются. Поддерживает их в такие моменты атмосфера коллектива. Такого отношения в команде, в коллективе нигде нет. И даже ребята, когда приезжают к нам легионеры, поигравшие во многих других командах, они говорят, что у нас в команде очень, в первую очередь, очень хорошие взаимоотношения между игроками, между тренерами, между руководителями. Это очень важно. Благодаря спортсменам за достойную игру, в первую очередь тренера, Николай Куркин позволил команде сделать шаг вперед и вывести их на более профессиональный уровень. Все это плоды упорных тренировок. Ребята на площадках проводили практически весь день. Изучали новые тактики и схемы нападений. Некоторые спортсмены такой нагрузки не выдержали и вышли из сборной. Та система, в которой теперь Барс играет, именно игровая система, поменялась полностью. Это совершенно другое нападение. Совершенно другие взаимодействия в нападении. Совершенно другая защита. Индивидуальный подход и объяснение ребятам, что и как нужно делать. Это уже совершенно другая современная терминология. Подход совершенно другой. Сейчас время работы над ошибками. Команду ждет небольшой отдых, а после упорная подготовка к следующему, 31-му чемпионату республики. Жанель Бесимбаева, Азамат Баймукан. Итоги дня.